Встреча с Городом Краснодаром 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 И это здорово, что настоящую творческую личность не забудут, наверное, никогда. Подобные фестивали сегодня проходят по всей России и в странах ближнего зарубежья. Очень много исполнителей нашли созвучие в творчестве Александра Литвинова. Его песни слушают, поют и переделывают. А главное, что они живут сегодня. А я валяюсь на диване. Из головы до ног с руками, как засыпал ништяками, я валяюсь на диване. И пусть без нипеля сигары, и с мешками под глазами, я валяюсь на диване. На Дерфесте каждый музыкант представил кавер на песню из репертуара в Вене, затем знакомил со своим творчеством в акустической версии. Акустика — это смысл. Акустика — это минимум дистанции между исполнителем и слушателем. Это обязательно смысловые песни, это интересные какие-то формы, это необычные слова. Александр Литвинов написал более 700 песен. Поздние, в связи с его смертельной болезнью, призывают не тратить жизнь зря. Сегодня его имя среди известных рок-музыкантов, которых уже нет с нами. Виктор Цой, Егор Летов, Майк Науменко, Владимир Высоцкий. С авторскими песнями, изменяющими реальность. Я думаю, такие музыканты, как Веня Дыркин, Саш Баш, Высоцкий, они будут во все времена титулованные, актуальные, особенно у нас в России. Чувак-клешак, чувак-клешак, дорогу перешел, а это значит, что еще все будет хорошо. Приятно, что вообще кто-то вспомнил Веню Дыркина. Мы его часто вспоминаем. Под ваши громкие и бурные аплодисменты группа «Как будто Будда». Поехали! Первое выступление группы по традиции стало днем ее рождения. Группа «Как будто Будда» образовалась 15 февраля 2014 года. Мы с ним вдвоем, как два советских моряка, решили собрать команду, чтобы поплыть в дальние-дальние путешествия. С необычным набором инструментов – джембо, гитара и саксофон – родилось необычное, но звучное название. Почему «Как будто Будда»? Я сказал, а почему не «Как будто Будда»? Группа «Как будто Будда» – это молодая интересная группа, которая поет в необычном стиле. Они очень мелодичные, они немного минорные, но они культовые уже для нашего города, поскольку таких больше нет. Раз-два-три, раз-два-три, четыре-пять. Ой, нас мочит, друзья! Восьмое, девятое, десятое, одиннадцать, двенадцать. Умашечный гость, садим. Сами участники не говорят об определенном стиле, но группа «Как будто Будда» – это не восточное песнопение. Современное звучание и романтичные тексты с религиозными героями. Ей Шивас танцует «Последний танец» или «Улыбнись улыбкой Будды» – это строки из песен группы. Лидер, вокалист и концептуалист группы Григорий пишет тексты песен, иронично называя стиль «Как будто рок, как будто поп». Просто мало групп, которые меня уже сейчас вызывают в эту детскую радость. И поэтому я решил, что я буду сам писать песни, которые у меня будут вызывать детскую радость. Немного групп, которые используют заксофон или мелодику в своих песнях. И это добавляет какой-то атмосферы, добавляет настроения в музыке. Солнечное звучание любой композиции добавляет перкуссионист на джембо. У нашего барабанщика негласное такое прозвище – «Ямайский волк». И поэтому, наверное, оттуда из глубин его души все время, он же как ритм-секция, вырываются такие рэги. Группа всегда находит возможность заявить о себе. Рок-стартап, фестиваль красок 2014, несколько сольных концертов в барах города, выступления на городских мероприятиях, на празднике от нашего радио и на фестивале Дэрфест. «Я лежал неподвижно, как будто маленький крыш, но на флейте играл». «Сокройте уши, мы помним все, не рушите вам, так мало сон». Они украшения, они вот одна из тех групп, которая уже сложилась, состоялась. Мне очень хочется, чтобы они вышли на всю Россию, потому что эта музыка, с одной стороны, довольно понятная по форме, а с другой стороны, очень интересная по содержанию. Группа «Как будто будто» – это наша музыка. «Стоп-поезд, я уезжаю на юг, мне приснился сон, что я умею летать, и тебя на руках несу к звездному небу, к звездному небу у тебя на руках». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова